Субтитры создавал DimaTorzok Большой кабинет или комнату И они стали очень серьезно обсуждать между собой и со мной Панихиду эту, гражданскую В дубовом зале И меня вот тут совершенно просто Даже не могу подобрать правильного слова Что со мной в этот момент приключилось Потому что вот это эмоциональное Очень сильное ощущение Какого-то полного параллельности пространств Да, вот Шаламов с его судьбой Да, вот этот интернат Вот эта вот жизненная Вот реальная ситуация И гражданская панихида в дубовом зале И я ему очень быстро сказала, что нет Церковное отпевание Он завещал Что неправда было совершенно Потому что ничего такого он не завещал Я вообще с ним ни о чем кроме И вообще, если можно назвать это разговорами Он говорить почти не мог И слышать тоже почти не слышал И уж, конечно же, мне не пришло в голову Задавать ему вопрос Хочет ли он, чтобы его отпели после смерти или нет Но вот опять же Тут еще, наверное, сыграло свою роль То, что я сама в этот момент Была человеком в высшей степени неофицким Да, то есть вновь пришедшим И для меня это было Ну, особенно Всесторонне, существенно Вот поэтому Это было абсолютно Это было даже не решение Это было нечто абсолютно спонтанное Они тогда, по-моему, даже меня попросили выйти Посовещались, посовещались И сказали, что Ну, раз такое дело То да Но только тогда наши представители присутствовать не смогут Ну, я хотела им сказать Что, в общем, меня это очень радует Но не сказала И так все это прилично И без скандала Закончилось Ну и, собственно говоря, и все И никаких больше после этого трудностей не было Потому что у меня на руках было все необходимое И я без всяких затруднений Я спросила у отца Александра Меня Чьей прихожанкой я была уже к этому времени Что он мне посоветует Потому что везти тело в новую деревню Это было, конечно, абсолютно невозможно и непосильно Да, а потом на Троекуровское кладбище Отпевать в новой деревне очевидно было Ну, я уже не говорю о том, что вот это была бы политическая демонстрация И отцу Александру Меню Который в то время испытывал сильнейший прессинг Со стороны КГБ Его бесконечно тягали И все, что происходило в приходе Все это было очень-очень под сильным надзором Конечно, это было бы совершенно неправильно Ни с какой стороны Но я с ним посоветовалась И он назвал мне эту церковь У него были какие-то свои соображения То ли он дружил с кем-то из священников тогдашних Этой церкви То ли еще что-то Вот сейчас, честно говоря, не вспомню А это же еще крещенское время Крещенский сочельник И толпы людей Крещенская вода Значит, очереди во дворе Разливают эту крещенскую воду И ордань Вот все, что сопровождает крещение Звон колокольный И я очень хорошо помню, как с моим другом И катехизатором Андреем Бессмертным Я попросила его помочь мне Ну, просто, чтобы одной там Все-таки грустно и страстно Мы с ним сюда пришли И заказали отпевание У меня даже квитанция сохранилась Об этом Так что больше ничего трудного, собственно, не было Все было уже дальше вполне обыкновенно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!